Добрый день! В эфире Сайгез. Все 20 лет независимости в нашей стране идут жаркие дебаты на тему культуры. Одни говорят о прогрессе, о развитии, другие доказывают, что у нас происходит деградация и снижение культурного уровня населения. Может ли быть здесь где-то посередине истина? Об этом и говорится в сегодняшней нашей программе. Как вы считаете, это правильный тренд в культуре апеллировать больше к истории, а не к современности? Вот, например, сейчас наблюдается бум историко-патриотических фильмов и даже шутят уже, что благодаря джунгарам возрождается казахстанское кино. Как вы считаете? Кульнар, пожалуйста. Ну, я считаю, что бум на самом деле прошел. 90-е годы, вот это десятилетие, с 91 по 2000, я не знаю, 3-4-5, и в общем-то Кочевник эту тему как бы закрыл, мне так казалось. Потому что, ну, по большому счету, все страны Центральной Азии в этот период обратились к своей истории, и им нужно было как бы восстановить эту историческую справедливость. Гульнара Абикеева, киновед. То, что сейчас, мне кажется, сейчас наступила эпоха современного кино. Спасибо. Булат? Ну, мы, казаки, обычно гордимся делами своих дедов и своей национальной принадлежностью. Булат Атабаев, общественный деятель. Чем сейчас гордиться? Время-то такое у нас сейчас неприятное для меня и для многих. Поэтому лучше посмотреть назад, в историю, и псевдопатриотические фильмы снимать, псевдопатриотические спектакли ставить, чем копаться в современности. Потому что опасно. Забыться. Да. Спасибо. Ермек, ваша точка зрения. Ну, я тоже придерживаюсь той точки зрения, что нам сейчас, когда нечем хвастаться в настоящем, к нам на помощь приходит история. И в основном такая история с победительными страницами. И с такими не очень хорошими страницами мы обычно избегаем. Но это относится, наверное, не только к кино. Это относится вообще в целом к культуре как таковой, и к литературе, и к театру, и ко всему, что мы называем искусством. Поэтому, а что касается современности, то я не вижу никаких особых достижений, о которых можно было бы говорить без комплексов, не стесняясь, с радостью. Ну, я так считаю. Как вы считаете, государство может и должно стимулировать развитие казахского языка, ну, прежде всего, через культуру? Допустим, вот, кинопрокат, обязали дублировать фильмы, да, обязательно, любые фильмы дублировать на государственном языке. Вот такие приемы или какие-то другие, как вы считаете, есть смысл их применять вообще? Вообще, тема казахского языка, это для меня долгоиграющий конфет сосательный, который чем больше сосешь, тем больше удовольствия получаешь, и есть куда плюнуть безадресно. А адресно плеваться опять боимся, поэтому это бесконечная тема. Это тема казахского языка, это такой мыльный пузырь, и туда деньги большие вкладывают, и там осваивают, и в конце выясняется, пшик, ничего не делается. Опять на уровне парламента принимаются какие-то решения, опять деньги выделяются. Поэтому это тема для бездельников. Я не согласна. Почему? Потому что очень изменилась ситуация, скажем, на телевидении сегодня. Ну вот почему? Потому что раньше были обиженные голоса простых людей, которые говорили, что у нас казахи, у нас что, ритм ночной, что ли, что мы смотрим казахские передачи только после 12 часов ночи. Это было правда, то есть все программы... Это специально сделано, чтобы мы шумели. Было. Понимаете, пар надо выпустить. А сейчас уже все, сейчас уже не так. Сейчас я на каком канале не смотрю, я вообще не вижу сейчас ни одного русскоязычного ток-шоу. Они все стали казахоязычными. Я не говорю про качество. Иногда качество ничего, иногда и не важно. Но каких-то социальных программ нет ни на русском, ни на казахском. То есть вообще как бы эфир стал заполняться казахским языком, но стало ли качество лучше? Вот в чем дело. Вот мне кажется, сегодня другой вопрос. Ну а что касается кинематографа и проката, в общем-то это правильная вещь. То есть мы вообще отдали кинопрокат частный, непонятно во что. Я считаю, что мы находимся в ситуации на колониализме. Мы закупаем картины через Россию, мы показываем то, что нам предлагают Россия и так далее. То есть у нас нет как бы вот этого статуса независимого государства. Мы все работаем через Россию. Это должно измениться. Мы должны напрямую покупать картину, выбирая то, что нам нужно. И, конечно же, прокат должен стать двуязычным. Спасибо. Ильмек, ваше мнение? Ну, я считаю, что как бы... А это чья задача? Ну, как бы государство должно этим заниматься? Но часто бывает, что все, что идет под эгидой государства, превращается в компанейщину. Это тоже имеет место быть. А что касается того, что у нас сейчас обратная картина, что сейчас все переводится на казахский язык, то мне, например, очень сложно наблюдать за тем, что происходит у нас в телевизоре. Сейчас идут какие-то непонятные, но совершенно такие передачи для Лига Фрэнов, там какой-то организованный суд там на ОРТ, или еще там какие-то там ток-шоу с участием, там Ксении Собчак, все эти Малаховские, эти вот совершенно непотребные, идиотские совершенно программы. Это все переводится на казахский язык. Я думаю, а стоит ли это вообще все переводить на казахский язык? Причем и сам казахский язык уже превращается в какое-то выхолощенное. И поэтому имеет место быть, что казахский язык засоряется новыми терминами, новыми какими-то словами. Допустим, каждый раз вот турки, допустим, перевели на турецкий язык слово «компьютер». Теперь по-турецки, по-моему, звучит «хаганберге», что ли, я как-то могу ошибиться. Но потом технический процесс его не останавливается, силиконовая долина придумала принтер, лазер-джет и так далее. Теперь, значит, турки сами себя загнали в тупик, а как это все переводить, да? Так и в казахском языке переводится вот «фауна», допустим, терминология медицинская, научная. И поэтому мы получаем там «сусьир», да, «керэк», я не знаю, как перевели там «ехидна» или там, это тоже есть. Култима. Култима, там, кисандэх. И понеслось, и понеслось. Поэтому есть перегибы. Да, государство занимается языком, но как вы думаете, вот стоит ли государству заниматься творческими кадрами, людьми, то есть вкладывать деньги в выращивание там талантливых режиссеров, там, писателей, будущих художников, вот такой подход, как может отразиться? У нас практически не функционирует ни один творческий союз. Все, что существует, там, союз писателей или союз композиторов, если они еще есть, то это такие уже институты, которые они изжили себя. И я не представляю, допустим, в союзе писателей, я, насколько знаю, там членов свыше 70 членов, 700 членов союза писателей. Сколько из них писателей, я, допустим, не берусь сказать. Примерно такая же ситуация с союзом, наверное, художников, композиторов. Это ведь, как бы, творческие союзы, они поддерживаются государством. Но мне кажется, этот институт, он давным-давно изжил себя, должен приобретать другие формы. Как вы считаете, государству надо это заниматься? Я считаю, что если говорить о поддержке со стороны государства в сфере культуры, то это прежде всего должна быть поддержка молодежи. Потому что образование – это тот какой-то колоссальный капитал, который ничем другим, кроме как хорошего образования, не получить. И в этом смысле, вот, например, я не понимаю или не разделяю точку зрения, что закрытая программа «Балашак». Киношники и дизайнеры, значит, ну, я не только про ВГИ говорю, я говорю про дальние зарубежья, поехали. И, кстати говоря, только-только люди искусства, вот дети, молодежь, которая хотела заниматься искусством, начала выезжать учиться за рубеж. Потому что первая волна в основном был бизнес и менеджеры. И сейчас эту программу закрыли. Ну, как бы вот сказав, что хорошо, мы открываем, значит, Назарбаевский университет в Астане, там будут лучшие кадры и все. Но, понимаете, нельзя заменять одно другим. Дело в том, что когда ты попадаешь, я не знаю, вот, возьму конкретный пример, Ахат Ибраев учился в Чикасском колледже, значит, искусственно, первый режиссер, первый парень, который получил образование коммерческой режиссура. Он еще снимает свой первый фильм, мы не знаем, как он получится, но факт то, что оказавшись там, оказавшись в конкурентной среде, соответствуя тем, требованиям и так далее, он должен вырасти от специалиста. А, понимаете, как, наша система образования еще не достигла этого уровня, чтобы сказать, мы все перекроем. Нет. Сейчас как раз вот эти 20, 30, 40, 50 лет – это то время, когда, мне кажется, чрезвычайно важно отправлять молодых людей учиться за рубежом. Сейчас бизнес, из всего делают деньги. А кадрами надо заниматься, надо деньги выделять под кадры. Но есть Турсунов, он же доказал, что снимает хорошие фильмы, и его надо финансировать. А он возьмет деньги? Естественно, если он хочет снять фильм. А другие, есть режиссеры, которые провал за провалом. Нафиг такой график? Зачем развивать такую бездарность? Поэтому тут культура, искусство вообще – это штучные товары в искусстве. Там нет такого, как их называют, стандартного конвейера. Штучные товары. С этим товаром надо работать, с каждым по отдельности. Спасибо. А мы вместо этого осваиваем деньги. Хорошо. Как вы оцениваете законодательство о культуре? Есть закон, насколько я понимаю, о культуре, работает министерство, есть парламент, в котором, кстати, есть и ваши коллеги от сферы культуры. Как вам видится, Эльмик? У нас так много издаются законов и вообще вот эти реформаторские настроения. Реформы часто создаются в том государстве, где не умеют править. Мне так кажется. Поэтому возникает очень много законов, иногда противоречащих друг другу. Но я просто вот сейчас по поводу образования думал. Образование ведь, оно ведь напрямую связано и с культурой в целом. И мне кажется, что советское образование, которое мы когда-то сильно ругали, оно было одной из сильнейших вообще в мире. Я имею в виду базовые вещи, школы. А вот за эти 20 лет, мне кажется, мы получили такое поколение полуобразованных людей, которые не виноваты в том, что все как-то все разрушилось. Они никогда не читали Чехова, Бунина. Они, может быть, все время слышат про Абая, но Абая они не знают. Вот, Мухагали и так далее. Это люди, которые не считали то, что считали все мы. А если этого не будет, то не будет культуры как таковой в целом. Вместе с тем, я помню, что когда я ехал в Москве в метро, то все люди читали книги. И когда я возвращался в Алмату, я шел по скверу, я очень часто видел на скамейках людей, которые сидят с книгами. Сейчас в основном люди сидят молодые с ноутбуками, сидят с сотовыми телефонами, интернет. И, в общем-то, собственно, даже общения не осталось. Все сидят в социальных сетях. Правильно? Настоящее образование – это самообразование. Если человеку надо, он будет читать. Если внутреннюю потребность средства, в этом, конечно, это будет. Мы сейчас боремся с жевательными резинками. Мы сейчас на трое суток будем сажать теперь. И, по-моему, есть уже первые прецеденты. Понимаете, законом на самом деле ничего не изменим мы. В духовной сфере. Есть президент сказал, экономика, потом политика. Все. Культура нету, духовности вообще нет. Вот я задаю всегда вопрос. Как может бездуховный человек делать реформы в экономике? Как может бездуховный человек реформировать политику? Внятно что-то говорить. Поэтому отсюда у нас политика – это вечные разборки друг с другом. Экономика – это распродажи. А культура у нас, мультур. Вы знаете, это Ленин, Каменский, Зиновьев, Троцкий – это были очень образованные люди. Ну, культурные ли? Они, во всяком случае, они были намного культурнее того, что имеем мы сейчас. Другое дело, какие у них были идеалы, какие у них тараканы там в голове были. Но это были очень образованные люди с несколькими языками. И они свои законы и какие-то постановления писали самостоятельно. Но им помощники не помогали. Они писали это все. И переписки были. Абсолютная вот правильная вещь. Вся Алла Шарда, Мустафа Шухай, Жусупек, Махжан – это были очень образованные люди. Это петербургское образование и, как правило, несколько европейских языков. Дальше мы идем. В окружении Сталина тоже было немало образованных людей. И Сталин, как мы помним, очень интересовался делами в искусстве. У него был вкус. Вкус. Да. Сейчас я не могу назвать руководящих во власти людей, которые бы искренне интересовались культурой. То есть, если захотелось немножко культуры, мы проведем концерт. Правильно? Мы нагоним толпу штатных певцов, музыкантов. Они споют и спляшут. Правильно, да? Но это же не немножко культуры захотелось. Созидание законодательства на основе необходимости. Вот говорите, у нас есть закон о культуре, и там есть подразделение кино и так далее. Я видела, в смысле, я наблюдала, как это создавался, этот закон, и как это... Определение кино, определение, что такое национальный фильм, определение, что такое ненациональный фильм, определение, там, в национальном фильме должен быть режиссер или не режиссер, или там, сколько процентов продюсер, денег и так далее. На самом деле, да, это так, да. — Понятийный аппарат. В каком-то смысле он должен быть. Но при этом вспоминаю, что произошло в 90-х годах, в середине 90-х годов, не так давно, конец 90-х годов, во всей Европе в плане законодательства в области кино. Европейские, особенно восточноевропейские, они как раз проходили этот процесс. Они боролись за закон о культуре. Они говорили, мы успели его принять. Вот это закон о кино, это была структурообразующая вещь создания фонда, создания национального кино. То есть сначала фонд как образуется, потом есть общественный совет. — Этого всего нет, вы хотите сказать? — У нас всего этого нет. И поэтому, понимаете, очень трудно сказать, в чем неправильное законодательство. — Если мы действительно законодательно уже боремся со жвачками, это говорит о том, в каком состоянии мы вообще находимся. Если мы, значит, возвращаемся обратно и учим людей, значит, не плевать мимо урны, не ходить мимо писсуара. — Вы же сами сказали, что падает культурный уровень. — Это свидетельство того, что мы вообще по поводу культуры слишком сильно заблуждаемся. Мы думаем, вот, культура это одно. Оказывается, культура ведь, она ведь и бытовая культура в том смысле. Если мы о бытовой культуре издаем законы, то это говорит о том, что со всей остальной культурой все очень плохо. — Вот, Гульнара, вы в одном из своих недавних интервью говорили, что в 60-е годы культурным лидером нации был Лжас Сулеймен. Это ваша личная точка зрения, может быть, с ней многие не согласны, но там же вы высказали другую точку зрения, что вот в казахстанском кинематографе не было очень долго лидера такого уровня, но после фильма «Шал» им стал вот гость нашей студии, уважаемый Ермек. И вот мне просто интересно, Ермек, вы таких лестных оценок не забронзовеете, вы не чувствуете, что вас уже куда-то на пьедестал там выносят, и потом вы будете уже получать от государства все, что у вас будет, но другим этого не достанется. — Ну, спасибо, кстати, Гульнара, что ты это сказал, но я, когда это прочитал, я, честно говоря, немножко расстроился. Ну, почему? Потому что я подумал, ну вот, мало у меня было... — Врагов. — Врагов. — Теперь с подачей, значит, Гульнарих. Нет, конечно, с одной стороны это приятно слышать, с другой стороны, понимаете, это не достижение, это наоборот говорит о том, я очень спокойно лично к себе отношусь. Я знаю свое место, я знаю свои минусы, свои плюсы. Просто отсутствие каких-то глыб, отсутствие каких-то ориентиров, оно порождает очень средних лидеров. Я поэтому так к этому отношусь. — Поэтому, что касается Олжаса, это действительно, мы все болели Олжасом, это была как первая любовь, понимаете, это целое поколение на нем выросло. Это действительно было явление, на мой взгляд. — Спасибо ему за это, но он был. — Он был. — Да, спасибо. — Он был и он, по-моему, остался в том времени лидером, действительно, духовным лидером нации, допустим. Как в свое время все тюрки считали Мустафу Шухая духовным лидером тюркского мира, например, в свое время. — Должны быть такие люди. Но кто это оценивает? Какой орган должен оценивать? Кто должен формировать эшелон вот таких знаковых фигур? Это творческие союзы должны, потом Министерство культуры. Они должны говорить, это ценность, это менее ценно. Критики должны говорить. Понимаете, я же не могу сказать, я ценен, вот меня оцените. Творческий человек никогда этого не скажет. Просто есть люди, которые отслеживают этот ландшафт, и они говорят, вот ценность указывает. И люди должны ориентироваться, или сказать да, или сказать нет, я не согласен. Просто уровень духовного развития на данном этапе в Казахстане, вообще культура развивается в двух тенденциях. Первая тенденция – это традиционно охранительная. Вторая тенденция – это поисково-экспериментальная. Это не я придумал. Это со времен Аристотеля вот так идет. Это ловечно. Да. Поэтому они должны сейчас нам сказать, так, казахстанцы, мы сейчас в этой тенденции мудохаемся. Когда мы перейдем в другую тенденцию, или придумаем третью тенденцию. Только тогда, когда грамотный анализ будет в вещах, только тогда мы можем говорить. Вот, например, Кельн для меня, он, все люди считают, что это касается дела архаики, прошлого, но он современный для меня. Это для меня поисково-экспериментальная тенденция. Ну, может, мы так и живем, как фильм? А критики, театроведы, люди культуры, они беспомощные. Они ищут только воспитательную функцию этого фильма. В чем воспитательная функция этого фильма? А сколько лет уже мы при социализме только искали одну функцию? Еще есть пять другие функции искусства. Об этом замалчиваем. Мы не говорим или не знаем. Поэтому у нас, понимаете, дилетантизм, вот, вкусовая критика во многом, особенно в театральном искусстве. Никто не платит, поэтому и никто не пишет. У нас есть очень такое интересное направление сейчас новое в культуре, вот, представленное, в частности, фильмом «Небо моего детства» Рустема Абдрашева. Что вы думаете, вот, о художественной, исторической ценности и направлении в целом такого, и фильма? Ермик, ну, ваш коллега, ваша корпорация. Ну, во-первых, я Рустема Абдрашева очень люблю, потому что мне очень многое связывалось с его отцом, и поэтому, чисто такие человеческие отношения, и он еще маленький был, когда мы с Жарацханом общались, были друзьями. Вот, и когда он начал работать в кино, я ему очень помогал. Мы даже вместе снимали фильм «Курак-Курпе» по моему сценарию. Потом мы почти вместе делали фильм «Подарок Сталину». Ну, понимаете, художник, каждый сам выбирает себе тему. Может быть, это та самая тема, к которой он шел всю свою жизнь. Ну, это ужасно, естественно. Если это так, то мне остается очень сожалеть по этому поводу, потому что все эти фильмы-памятники, они в памяти не остаются. Извините, давайте определимся в терминах. Есть кино и есть не кино. Есть кино и есть пропаганда. Мы тоже живые люди, мы тоже хотим быть конъюнктурщиками. Мы тоже хотим близко к телу конкретного человека жить и баусаки кушать с икрой. Поэтому мы должны разобраться. Или я успешный обыватель, называюсь человеком искусства, или я человек искусства, который знает свое кредо, знает свою задачу конкретно. Тогда нам надо определиться берегом. Нет, понимаете, есть замечательный фильм Бертолучи «Последний император» про Пуи. «Последний император». Замечательная картина. Это несколько Оскаров. Это вообще революция в кино для меня, я считаю. Есть фильм, недавний совершенно пример, это «Король говорит». Несколько Оскаров. То есть это живописание живых людей, императора Китая и власть придержащих. Это действительно искусство. С точки, как подходить, как подходить. Мне, допустим, эта тема была бы интересна лет через 50-100. Для меня лично. Сейчас для меня это все слишком предсказуемо. Спасибо, Гульнара. Есть перспективы у этого направления? Вы знаете, вот, меня, например, в этом вопросе больше всего смущает, ну, как бы, вот, путь художника, что ли. Здесь есть деньги, есть все условия. Нет, дело в том, что ведь Рустем, мы же, господи, мы же знакомы, мы же знаем друг друга уже лет по 15. До того, как он сделал «Остров возрождение» в 2004 году, это всего 6-7 лет, да? И он сделал замечательную картину «Остров возрождение», то есть по прозе, по поэзии отца и так далее. То есть одна картина, вторая и так далее. И, в принципе, вот, понимаете, как все радовались, это вот поколение его, это следующее поколение после «Казка новой волны», что он будет одним из, так сказать, столпов, что ли, кинематографа, и он уходит в заказную сцену. Это искусство. Человек может другую тему взять, другую стиль. А Хан Сатаев, ведь тоже, ведь, какая народная любовь его сопровождала. То есть вот после АГАНД, значит, заблудившаяся, так сказать, философско-поисковая картина, да? И вдруг он тоже выбирает путь заказного режиссера. Вот это обидно. Ведь на самом деле обидно, что, ну, режиссура такая профессия, что она актуальна, там, не знаю, в 50, до 50-55 лет. Потом уже, ну, показ «Бибертолучи» после 55, ну, как бы ослабевает силы. И вот сейчас, когда и Ахан, и Рустем находятся в профессиональной, любовь народа, все могут, они сейчас имеют силы, они вот эти драгоценные силы тратят на заказное кино. Спасибо, спасибо. Кто мы на самом деле? И какие культурные ценности исповедуем? Об этом и говорилось в нашей программе. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok